итак друзья всем доброго дня сегодня у нас будет такое легкое пятничное видео и я хочу сегодня ответить на очень интересный комментарий который мне написал эмоциональный такой комментарий который мне написал парень под одним из моих видео и дело тут будет касаться вот чем почему автомобили с дизельными двигателями стоят намного дороже чем такие же автомобили только с бензиновым двигателем я даже хочу зачитать его комментарии я распечатал его на бумажку но такой комментарий прям очень прикольный сергей привет разъясни мне бестолкому я вот никак не пойму почему дизель стоит значительно дороже чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем по кузову трансмиссии электрики почти все одинаково отличие только по двигателю но у дизель есть часа же фильтр но я не думаю что он стоит каких-то заоблачных денег тогда объясни мне почему дизельный двигатель стоит чуть ли не два раза дороже бензинового он что в два раза сложнее или в два раза на него материалов больше пошло чего в нем такого особенного ладно бы какие-то супер-пупер новейшие разработки а то ведь нет и бензиновые дизельные агрегаты разработаны лет так 20 назад причем дизеля практически не обновляют последние 20 лет тогда почему когда смотришь любой паркетник тире джип с дизелем стоит на 0 5 миллиона если брать корейцев японцев или почти на миллион если брать немцев дороже объясни мне я не пойму но вот смотрите в начале нужно такую как бы небольшую ремарочку внести во первых практически все дизеля где-то 90 95 процентов наверное они идут турбо дизели то есть они идут с турбинами и нужно их сравнивать с турбированными моторами если сравнивать с обычным атмосферником то турбо дизель он уже стоит дороже хотя бы из-за того что там стоит турбина это как бы вот такая небольшая ремарка а вообще у меня есть четыре основных пункта почему дизель дороже чем как бы бензиновые варианты первое старые технологии это да но дизель у нас не подвергался облегчение то есть у него до сих пор идут старые чугунные толк толстостенные блоки у них идут старые коленчатые валы тяжелые старые шатуны старые поршни тяжелые большие там у них идут кольца маслосъемные компрессионные толстые тоже там старые эти все технологии его облегчить нельзя если вы его сделаете ну как бы бог допустим алюминиевым тонкостенным его просто разорвет потому что у него давление внутри чудовищное а что происходит у нас бензиновыми моторами бензиновые двигатели я не знаю на скорость фольги будут делать стенки все тоньше и тоньше и тоньше делают облегчают там я не знаю коленчатый вал шатуны поршни кольца очень облегчает все что только можно потому что у него нету внутри высокого такого огромного давления засунут чугунные гильзы в цилиндры и все и поехал там дай бог 150 200 тысяч километров проездит как говорится и слава богу а дизель нет дизель не облегчает действительно старые технологии которые используются 20 лет назад поэтому дизеля ходят там 500 600 700 800 тысяч километров вообще без проблем второе у бензина у нас есть mpi и gdi да у gdi ну впрыск топливный у нас есть тоже топливный насос высокого давления тоже есть форсунки но они даже рядом не стояли если взять топливный насос высокого давления у дизеля и те топливные форсунки у дизеля это все намного сложнее работает с более высоким давлением намного более высоким давлением все это стоит дороже вся эта топливная система и ну это нужно понимать это сразу дает большой скачок в цене причем там есть сейчас common rail и всякие так далее тому подобное у бензинового просто таких технологий нету третье то что двигатель дизельный у нас старый он еще и тяжелее намного где-то я читал что он практически на 50 процентов тяжелее соответственно нужно предусматривать всю переднюю подвеску под него если у вас макферсон стоит то соответственно амортизаторы должны быть мощнее пружины мощнее сален блоки мощнее там шаровые рулевые там и так далее и тому подобные всякие рычаги там чтобы держать больший вес а это опять таки дает всплеск цене ну и четвертое друзья это автоматическая трансмиссия да ну сейчас очень много народу покупают автомобили с автоматической трансмиссии простой пример вот смотрите если взять например kia ну в частности вот взять например стингер и optima у них есть двухлитровые турбодвижки которые 247 лошадиных сил у них крутящий момент 353 ньютон на метр у 247 лошадиных сил а если взять например дизель от kia 2 и 2 литра ну который стоит там на kia sorrento prime у него всего 200 лошадей но крутящий момент у него 441 ньютон на метр то есть практически на 100 ньютон метров больше чем у стингер и оптима у турбовых этих движков и получается так что вы не можете поставить автоматическую трансмиссию от стингера и оптимы на этот дизель почему потому что дизель просто свернет ее поломает там все эти валы соответственно вам нужно ставить дороже автоматическую трансмиссию которая рассчитана на больший крутящий момент там на 500 на 550 ньютон метров там и так далее причем у дизеля крутящий момент идет сразу с низов это тоже нужно учитывать то есть и там усиленная коробка усиленные фрикционы там и так далее и тому подобное вот именно поэтому как я считаю вот четыре основных таких пункта дизель у нас стоит дороже чем бензиновые варианты допустим если взять корейцев они действительно стоят где-то на пол миллиона там ну японцев корейцев на пол миллиона они стоят дороже а если взять немцев ну вот простой пример туарег например новый берем с бензиновым движком да он стоит где-то внутри миллиона там 32 миллиона зависимости какая комплектация если вы берете с дизельным двигателем он сразу стоит 4 миллиона там 4 4 2 миллиона понятно что там дизель идет на своеобразный но факт остается фактом то есть на миллион вот да разница отличается что вы думаете по этому поводу пишите в комментариях если понравилось видео обязательно ставим лайки подписываемся на канал а у меня будет еще много отличных видео на этом у меня друзья все всем пока спасибо